Дома культуры И опыт показывает, что действительно это удобно и комфортно, потому что детям надо веселиться, детям надо играть, развлекаться. В этом году детей развлекали актеры Пушкинского областного театра. Они решили не останавливаться на какой-то одной популярной сказке, а собрали в постановке сразу несколько сказочных сюжетов. События разворачиваются вокруг Бабы-Яги, Кощея Бессмертного, Коварной Злодейки и Отважного Федора, который навел порядок в королевстве. Дети наблюдали за действием на сцене с трепетом. Смысл был глубоким, всей семье понравилось. Чему больше всего понравилось? Кто из героев? Мне это... Мне всего понравилось. Папа и Габрина. Мне, Кощея Бессмертный. Вместе с ребятами спектакль смогли посмотреть и их родители. Новоиспеченные жители совхоза, мама Ольга и сын Даниил, не ожидали такого подарка. В их родном городе попасть на елку подобного масштаба бесплатно могут только льготные категории. Они остались в восторге от похода на праздник. Первый раз на вашей елке я еще удивилась, что вот... Ну, очень-очень здорово. Ребенку тоже понравилось, да, Дань? Что больше понравилось? Мне больше понравился Кощея Бессмертный. Почему? Потому что у него как-то блестели. По окончанию сказочного представления в холле Дома культуры ребят ждал еще один сюрприз. Каждый ребенок получил набор конфет. Юлия Погасян, Егор Хлябич, Елена Кошлева, Видное ТВ.